В Челябинскую область могут приехать предприниматели со всего мира. Борис Дубровский предлагает сделать Южный Урал площадкой для международного форума малого и среднего бизнеса. Он пройдет в России в 2018 году. Такое заявление губернатор сделал в Сочи. Сегодня он работает на российско-китайском форуме малого и среднего бизнеса. Мы хотели бы заявить свою инициативу о проведении подобного форума в 2018 году в Челябинске. В Челябинской области очень много внимания уделяют развитию малого и среднего бизнеса. Сейчас это общий тренд, и мы делаем все, чтобы на этом тренду соответствовать. Международный форум проходит поочередно в России и Китае уже второй год. В эти дни мероприятие принимает Сочи. Борис Дубровский участвует в официальной церемонии открытия и в пленарном заседании. В рамках форума губернатор проводит ряд встреч и переговоров. На одной из них глава региона заявляет, область готова принять бизнес-форумы в 2018. Это будет хорошей подготовкой к предстоящему саммиту стран ШОС и БРИКС в 2020. Также обсуждают и вопросы сотрудничества Южного Урала и Китая в сфере малого и среднего предпринимательства. Челябинск область проявляет такую большую заинтересованность и инициативу в проведении российско-китайского форума малого и среднего бизнеса. Поэтому оно может быть принято одновременно с тем, чтобы Шэньчжэнь был назначен в следующее место проведения форума, но и одновременно Челябинск. Следствие по делу Сергея Новикова завершено. Начальник отдела муниципального жилищного контроля администрации Миязского городского округа был задержан в марте и подозревался в получении взятки. В начале марта на своем рабочей месте был задержан начальник отдела муниципального жилищного контроля Сергей Новиков. Вскоре следственное управление Следственного комитета России по Челябинской области сообщило, что в отношении Миязского чиновника возбуждено уголовное дело по статье получения взятки в значительном размере. По версии следствия Сергей Новиков получил взятку в размере 100 тысяч рублей через посредника от представителя одной из управляющих компаний Мияза. Через несколько дней после задержания срочно уволенный из администрации Сергей Новиков сперва был помещен в изолятор временного задержания, а после того, как дал признательные показания, меру пресечения ему заменили домашним арестом и подпиской о невыезде. На днях следствие по делу Сергея Новикова было завершено. Вот что сообщил нам по этому поводу старший следователь Миязского отдела Следственного комитета по Челябинской области Василий Свиязов. Следственные действия были все необходимы и проведены. После всех проведенных следственных действий уголовное дело направлено в суд. В настоящее время находится в Миязском городском суде, где будет рассматриваться по существу. Могу вам единственное сказать, что уголовное дело направлено в Миязский городской суд только в отношении Новикова. Новикова. И обвиняется он? Обвиняется он в получении взятки в значительном размере. А по этому делу дающие взятку не обвиняются? В соответствии с примечанием к статье 290, лицо, давшее взятку, освобождается от уголовной ответственности, если добровольно сообщает об этом и сотрудничает с органами предварительного следствия. В этой ситуации именно так и произошло? Да, в этой ситуации именно так и произошло. Опасные трюки. Миязец шокировал всех своей смелостью. Молодой человек натянул трос между двумя вышками на северном стадионе и прошел по канату на высоте равной пятиэтажному дому. Видео сняли очевидцы. Суровые и опасные люди. Машгородовские. Думаю, еще идти вон сколько. Опасный трюк Миязца сняли очевидцы. Фото и видео попали в социальные сети. Отчет его видно, как молодой человек идет по канату, балансируя руками. Очевидцы комментируют происшествие, называя трюкача суровым машгородовцем. В социальной сети бурно обсуждают ситуацию. Трюк молодого человека сравнили с фильмом. Некоторые считают, что Миязец просто хотел привлечь внимание. Однако найти молодого трюкача нам не удалось. В управлении по физической культуре и спорту нам прокомментировали эту ситуацию так. Вчера нам сообщили вечером о том, что на стадионе «Северный» происходят несанкционированные тренировки, можно так назвать, я не знаю как это, на мачтах световых. Туда был послан директор ДЮСШ «Старт», в чьем ведомстве находится стадион, соответственно, и вышки. По приезду он увидел лазящих по вышкам молодых людей, без вызова полиции, попросил их снять. Снаряжение они убрали свое. Доступ к вышкам закрытый. Как к ним подобрались спортсмены-трюкачи, неизвестно. Хочет ли служить современная молодежь? На базе воинской части Чебаркульского гарнизона прошли сборы для учащихся десятых классов. Старшеклассники смогли оценить службу в армии изнутри. О настроении будущих новобранцев расскажет Гузель Шмелькова. Военные сборы для старшеклассников рассчитаны на пять дней. Если в советские годы школьники оказывались на казарменном положении, то есть жили на территории части, то сейчас приезжают они к девяти часам утра, а отпускают их уже после полудня. В программе обучения – знакомство школьников с библией военнослужащих, то есть с уставом. Так и служба для молодого пацана, для молодого парня. Это очень тяжелый, важный и ответственный момент в его жизни. В 28-й зенитно-ракетной бригаде будущим армейцам рассказывают о службе, проводят экскурсию по части и знакомят с военной техникой. Вот, например, здесь вторая машина, она их обнаруживает, да? Она обнаруживает, докладывает, например, в направлении таком-то видит какой-то самолет. Затем в направлении таком-то, докладывает, ну, передать командиром на 200-й машину, все информации по каждому самолету. После теории на поле. Здесь и окопы, и метание гранат, и стрельба. Знаменитый автомат Калашникова. Он стоит на вооружении 50 стран мира. Сегодня здесь, на полигоне, старшеклассники смогли на практике испробовать его возможности. По словам самих школьников, им рассказывали страшные истории про армию, но на деле все оказалось иначе. Учащийся педагогического колледжа Александр Турус, несмотря на то, что окончил школу, сам изъявил желание участвовать в военных сборах. Ну, приехать, проверить свои навыки, армейской подготовки какой-то, физической подготовки. Ну, и для себя, потому что через год в армию ухожу, как бы знать, что и как вообще. А Евгений Тельцов в службе вооруженных силах посвятил 4 года. И пока, по словам армейца, покидать ряды он не собирается. Здесь дисциплина, физическая подготовка, моральная устойчивость. Не надо бояться армии. В армии хорошо, уютно. Дело настоящих мужчин. Пусть учатся и занимаются этим делом. Сами военные такие мероприятия воспринимают с энтузиазмом. Ежегодно за 5 дней 28-ю зенитно-ракетную бригаду посещают более 500 старшеклассников. За это время школьники осваивают элементарные армейские навыки. И кто-то из них после этого обязательно выбирает военный путь. Поступают в специализированные училища и пополняют ряды тех, кто будет защищать родину. Гузель Шмелькова, Андрей Назарук, УТВ МИАС. Клумбы у администрации скоро зацветут. Мы уже рассказывали об операции «Клумба». Это специальный проект по благоустройству улиц и дворов нашего города. Тысячи саженцев, петунии, шафрана и анютиных глазок скоро будут радовать жителей нашего города. Очередной точкой для посадки цветов стали клумбы рядом с главным административным зданием. Сотрудники городской администрации начали операцию «Клумба» на прошлой неделе. В течение 7 дней мияскими волонтерами и инициативными жителями были облагорожены территории в поселке строителей и возле ЗАГСа. Присоединились к акции школы и учебные заведения города. Не отстали от зеленого флешмоба и сотрудники городской администрации. Глава города также принял участие в посадке цветов. По большому счету мы пытаемся таким образом, я не знаю, если хотите подать пример, что ли, для того, чтобы город был более благоустроенным, более красивым. Не так много необходимо для этого ресурсов. По большому счету всегда была хорошая традиция, субботники проводить и клумбы разбивать. Желание, чтобы город был красивее и ухоженнее есть у каждого из наших жителей, по большому счету ничто не мешает нам в этом принимать участие и, собственно говоря, своими руками это делать. Несколько сотен цветов были посажены всего за два часа работы. Сотрудники администрации также привели в порядок кустарники. В этот же день волонтерами группы «Мой любимый город» была разбита клумба на остановке улицы Степана Разина. Молодые инициативные мясцы будут ухаживать за цветами все лето. 1 июня – Международный день защиты детей. Традиционно в этот день устраивают различные конкурсы, праздники и массовые гуляния с участием самых маленьких. В МИАСе в нескольких районах города будут проводиться праздники. Сейчас мы расскажем, где можно принять участие в конкурсе рисунков на асфальте и выиграть велосипед или планшет, а где посмотреть праздничный концерт. В Международный день защиты детей в МИАСе проведут много конкурсов и праздников. В центральной части города гуляния начнутся с 10 часов утра. Возле Дворца культуры автомобилей строителей в 10 часов будет большая праздничная программа с участием творческих коллективов. Любой ребенок сможет выбрать развлечение по вкусу, поиграть, принять участие в конкурсах или просто посмотреть концерт. В 10 часов сладкая эстафета на стадионе труд. В 11 часов в поселке строителей возле Дома народного творчества покажут кукольный спектакль для самых маленьких. Также будут конкурсы рисунков на асфальте. Возле Дома культуры «Динамо» в 11 утра праздник для ребят, жителей поселка и его гостей. Самый массовый традиционный праздник начнется в 15 часов возле редакции газеты «Глагол». В большом конкурсе рисунков на асфальте смогут принять участие все желающие. Главные призы – велосипед и планшет. Там же будет и съемочная группа ОДВ «Миас». Приводите своих детей на праздник и делитесь с нами своими впечатлениями. В 18 часов сразу в нескольких точках города пройдут концерты. Возле Дома культуры «Бригантина» программа под названием «Танцуют все» или «В Греции все есть». Праздник для детей и их родителей устраивает и Прометей. Мероприятие пройдет на площадке перед Домом культуры и творчества. Перед ЦД «Строитель» запланирована праздничная игровая программа под названием «Подари улыбку миру». Для жителей старой части города на стадионе «Южный» проведут концерт с 18 до 20 часов. А в комплексном центре социального обслуживания населения в преддверии Дня защиты детей уже поздравили мальчишек и девчонок. Для них сотрудники Центра детского приюта и волонтеры подготовили красочные мероприятия. На праздники побывала и наша съемочная группа. Ксения Новосельцева пришла на праздник вместе с сестрами. В роли ведущего красочного мероприятия выступили герои современных мультфильмов. Самое главное, здесь дети были не только зрителями, но и активно участвовали. Танцевали, водили хороводы и играли. Веселилась. На праздники было очень весело. Были конкурсы. Градусник. Там надо было переносить градусник без рук. Была еще... танцы были. Такие праздники ко Дню защиты детей социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних проводят ежегодно. На мероприятие приглашают не только детей из приюта, но и тех мальчишек и девчонок, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Проходит у нас здесь традиционно праздник, посвященный Дню защиты детей. И собрали мы здесь детишек из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Звали мы детей, конечно, значительно больше. Кто-то, может быть, не смог приехать. Но в общей сложности человек, наверное, 25 у нас сейчас здесь есть. В конце праздника уставшие, раскрасневшиеся от активной игры дети получили сладкие призы. Шоколадки и печенье от спонсоров и волонтеров. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова